В эфире программа «Тема часа» и сегодня говорим о том, как правильно подготовиться к летнему сезону. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Вы к нам пришли не с пустыми руками. С чем вы, что вот это вы принесли? Ну, вы знаете, это примеры средств медальной защиты, которые пригодятся вам не только на рабочем месте, но и в быту, в том числе и при работе на приусадебных участках. Это нужно для того, чтобы себя обезопасить от чего-то? Ну, вы знаете, для того, чтобы сохранить свое здоровье, свое ресурсное состояние, важно понимать определенные требования, те имеющиеся риски и опасности, в том числе воздействия которых, оказывают негативное воздействие на вас, на ваш организм. И как раз средства медальной защиты, они предназначены для того, чтобы нивелировать вот это воздействие. Владимир, правильно ли я понимаю, что мы, телезрители, призываем не только на рабочем месте, потому что у железнодорожников очень продуманная форма, у них есть и средства индивидуальной защиты специальные, но и всех тех, кто занимается дачными работами, прогулками лесными, использовать индивидуальные средства защиты. Ну, конечно же. Дело в том, что абсолютно все, я уверен, согласны и хотят иметь прекрасное ресурсное состояние, в том числе и в преклонном возрасте, и, как правило, все-таки мы начинаем заниматься работами на присутствующем участке, именно вот достигнув и имев возможность для этого. И поэтому там подход и принцип ровно такой же, как и при выполнении работ на производстве. Ну, то есть в первую очередь надо понять, что вы и как планируете сделать, подготовить для этого необходимый инвентарь. Ну, например, если это выполняете работу на высоте, то должна быть соответствующая лестница, соответствующая конструкция там с определенной высотой. А уже после этого понять, какие могут быть дополнительные опасности при выполнении этой работы. Например, вот мы видим перед нами каска с наушниками, с защитной сеткой. Собственно говоря, одна из распространенных работ, которая делается на плюс-1 участке, это скосить траву. И когда вы косите траву триммером, да, то для того, чтобы защитить возможность поражения лица, поражения глаз, одевайте как раз вот каску с сетками, а наушники оберегают ваши органы слуха. И это только первая часть. Почему? Потому что когда мы говорим о защите, то защищать надо всего себя. То есть вот буквально, в смысле слова, с головы до ног. Понятно, что во всем необходимо иметь меру, и поэтому, конечно, важно выделять именно то воздействие, от которого вы хотите понять, которое будет негативное. Ну и, собственно говоря, подобрать необходимые средства медальной защиты. То есть, вот еще раз повторюсь, это, например, если это голова, то это каска или бы каскетка. Есть соответствующие средства медальной защиты органов лица, глаз, слуха. Также рекомендую обратить внимание на необходимость правильного подбора одежды. Почему? Потому что все-таки специальная одежда, она изготавливается из соответствующих тканей с повышенными прочностными характеристиками. Собственно говоря, она конструируется определенным образом, таким, чтобы было удобно и выполнять работу, и чтобы в процессе выполнения работы не причинить вред самому организму. Все-таки та одежда, которую мы используем в повседневной жизни, ну, зачастую она этими характеристиками просто не обладает. Ну, в общем-то, это понятно. А есть ли разница в средствах индивидуальной защиты, например, для дачного участка, который выбирает человек, или для железнодорожников, которые там ухаживают за прилежащей территорией к пути, к магистралям? Ну, конечно, есть. Почему? Потому что, во-первых, средства индивидуальной защиты проектируются, изготавливаются для защиты от определенных факторов в определенных условиях. Но, тем не менее, есть очень много общего. Почему? Потому что, например, низкие температуры, а это тоже специальная одежда, которая защищает нас от воздействия низких температур, она есть независимо от того, работаете ли вы на железной дороге, либо на приусадебном участке. Или, например, защита от падения с высоты, или там какого-нибудь предмета, каска. На ней установлен специальный щиток, защищающий от возможного попадания на лицо каких-то предметов, наушники. Это вот мы можем и рекомендуем использовать на приусадебном участке во время, например, когда вы косите... Или различные перчатки. Вот, в частности, здесь лежат спилковые краги. Скоро весна, дачный сезон, шашлыки, и есть большая вероятность травмироваться, соприкасаясь с углями, либо с раскаленным металлом. Вот для того, чтобы снизить эту вероятность, защитить себя, я рекомендую использовать спилковые перчатки, которые в том числе используются и при выполнении сварочных работ. То есть вот мы здесь вот таким образом видим некую универсальность этой перчатки и для сварки, и в том числе для защиты при изготовлении шашлыков. Или когда растапливаете баню, например. Владимир, вот вы как президент Ассоциации средств индивидуальной защиты, как считаете, у людей на сегодня, у наших соотечественников, популярно приобретать для себя вот такие средства индивидуальной защиты и использовать это? Или для себя как-то вот на работе обязательно, а вот дома можно и сэкономить? Цифры свидетельствуют о том, что рынок потребления домохозяйствами растет в буквальном смысле слова каждый месяц. То есть люди стали активно приобретать средства индивидуальной защиты и в традиционных офлайн-магазинах, и в интернет-торговле на маркетплейсах. И это хорошо. Другой вопрос, что очень часто при электронной торговле на маркетплейсах есть более высокая вероятность столкнуться с товаром, защитные свойства, которые не всегда подтверждены. Все-таки когда приобретается средство индивидуальной защиты предприятиями, там вопрос контроля, проверки соответствия качественных характеристик, он более строгий, уже отработанный годами. А здесь еще могут быть разные нюансы. Поэтому я призываю обращать на это внимание пристальное, просить предоставления для особо ответственных средств индивидуальной защиты предоставления в обязательном порядке сертификатов в соответствии. Ну или консультироваться у нас, мы с удовольствием, естественно, расскажем о признаках фальсифицированной или контрафактной продукции. То есть приобретая, надо посмотреть сертификат. Да, конечно. Можно запросить его и еще на что обратить внимание? Вы знаете, на маркировку почему? Потому что она обязательно должна быть выполнена на русском языке, там должны быть указаны защитные свойства, там должны быть указаны характеристики, каким нормативным документом соответствует это изделие. При этом маркировка должна быть нанесена и на само изделие, и в том числе на упаковку. В обязательном порядке, как правило, прилагается инструкция о том, как правильно эксплуатировать это все-таки средство индивидуальной защиты. Это та вещь, которая сохраняет вам здоровье. Это очень важно. Потому что если вдруг в каких-то критических моментах вы ожидаете и рассчитываете на безопасность, а происходит все наоборот. Например, казалось бы, вот такие простые изделия, как, ну скажем, очки, да, но тем не менее они должны быть выполнены не просто из специальных материалов, они должны быть оптически корректными, чтобы не навредить вашему зрению. Обманам зрения. Да, 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 чтобы не получить вот это вот последствие. Причем, что самое-то неприятное, эти последствия возникают не сразу, они идут таким накопительным, да, кумулятивным эффектом, и потом, через какое-то время, вы теряете свое здоровье и не всегда можете понять, вследствие чего это произошло. Владимир, а можете назвать, ну, минимум необходимый для дачных работ, чтобы был у каждого дачника? Слушайте, ну, вот буквально смысл слова, смотрим на человека с головы до ног, это защита головы, обязательно я рекомендую иметь каскетку, иметь каску, причем, потому что выполняются этого рода работы. Наушники, потому что при выполнении шумных работ, вот, необходимо, конечно же, купировать это воздействие. Это должны быть защита зрения, причем очки могут быть и открытого, и закрытого типа. Открытого – это от воздействия механических предметов, а закрытого типа – это когда сталкиваетесь с мелкодисперсионной пылью, там, когда, например, обрабатываете что-то реагентами. Далее, специально подобранная одежда, да, вот все-таки рекомендую обязательно использовать не привычную бытовую, а специальную одежду – это и удобно в работе, и, по крайней мере, вот, позволит избежать многих нюансов. Например, если, опять-таки, вы изготавливаете, там, шашлыки, да, или, там, выполняете сварочную работу, полезно иметь фартук, там, либо брезентовый с пропиткой соответствующей, либо спилковый. И если будут искры, вот, от, собственно говоря, от продуктов горения, да, и попадут на вас, и, не дай бог, вы одеты в какую-то синтетическую ткань, не илоновую ткань, да, то могут быть весьма и весьма и весьма… Печальные последствия. Печальные, да, неприятные вещи. А, конечно же, особое внимание надо уделять обуви. Причем не просто обуви, а специальные обуви. То есть это подносок для, вот, защиты ноги от падающих предметов. И стелька. Ну, потому что все-таки дачный период, какая-то стройка, вы можете наступить на что-то. И для того, чтобы не повредить себя, не повредить ноги, необходимо, конечно, вот использовать такую обувь. Ну, и если вы выполняете на даче какие-то специфические уже моменты, то есть работаете, например, там, с циркулярными пилами или работаете с бензопилами, то есть средства медальной защиты, защищающие от воздействия и этого риска. Как правильно подобрать, да как правильно разобраться в этих моментах? Ну, конечно, я рекомендую обращаться просто к профессионалам, и они, естественно, проконсультируют о том, что вам потребуется, а что нет. — Владимир, огромное вам спасибо. — Всегда рад ответить на ваши вопросы.